Добрый день! Хотела бы поделиться нашей бедой, нашим криком души. Вот так вот у нас рядом с домом выглядит дорога, которая ведёт к садику. Вот здесь вот есть садик. Садик, в него ходит достаточно много деток, не только наш дом, но и все остальные. Все вынуждены вот так вот водить своих детей в детский сад. То есть в какую-то погоду дождливую дети очень становятся грязными, ещё не дойдя до детского сада. Вот детский сад. Также наша беда около детского сада. Вот если пройти вот эту вот дорожку, здесь уже, конечно, укатано всё машинами. И родители, которые подвозят детей, потому что по-другому до садика не добраться. Все дороги к садику, вот видите, вот такие. Напротив садика, центрального входа в садик, вот у нас вот такая грязища, расположена помойка. Вот у нас расположена помоечка. Близко подходить не буду. Вот вход в садик. Наверное, с полгода нам вот сделали вот такую огороженную помойку, которой всё вроде бы мы должны кидать. Но вот те баки, они перевёрнуты с момента благоустройства этой территории. Грязь, понятно, вот какая. Вот так вот наши детки в садике ходят, гуляют. Вот, сейчас покажу перевёрнутые баки, потому что они уже проржавели даже. Ну, чтобы не быть голословной, что вот эти вот баки, они у нас никогда не использовались по назначению. То есть вот они уже даже ржавые. Они были все покрашены в серый цвет, всё было нормально. Вот с другого ракурса, то есть вот вход в садик, вот помойка, вот песочком вроде как присыпали изначально, чтобы было почище. Но это всё не помогает. То есть детки у нас вот так вот и ходят в садик через грязь. Ещё этот вопрос для нас актуален по той простой причине, что если выйти на улицу, которая, ну, как бы у нас вот из территории дома, у нас напротив стоят новостройки машиностроителей. Там 11-я поликлиника и, по-моему, две или три новостроечки. Вот буквально недавно им положили новый асфальт придомовая. Вот эти придомовые дорожки им, наверное, нужнее, чем деткам, которые ходят в садик.